Меня пригласили на тест-драйв Audi. Почти 200 машин, со всего мира приехали журналисты. И мы теперь идем на трек. Вот так вот блогеры создают свои видео. Не в смысле расизма. Сядь, а почему ты не любишь сейчас? Меня пригласили на тест-драйв Audi Tron. И ради тест-драйва они пригнали, судя по номерам из Германии, больше 100 машин. Расскажу немножко о своих впечатлениях. Ну, это, наверное, самый крутой пресс-тур автомобильный, в котором я когда-либо был. Потому что именно с точки зрения организации, это что-то невероятное. Ребята привезли почти 200 машин из Германии. Сколько машин? Глобальный тест-драйв. Здесь со всего мира, блогеры, журналисты, много ребят из России. Всё, смотри. И представляете, вот это всё организовать. То есть, всем выдать машины, там, забить в навигацию. А здесь можно протестировать машины. Тут вот R8, какие-то заряженные на треке. И сейчас народ стоит в очереди, можно самому, ну, не проехать по треку, а можно проехать с пилотом. Вот, поскольку из меня водитель так себе, я, наверное, пойду с пилотом, чтобы посмотреть, как это. Здесь есть макет двигателя. У всех куча вопросов возникает, всех обучить, всем что-то показать. Посмотрите, всё вон крутится. Потрясающе. Вот эти вот ужины, обеды, завтраки, встречи, это что-то невероятное. Вот, если кто-то из вас организовывал какие-то поездки, даже на небольшую группу людей, вы знаете, насколько это всё сложно. Это первая остановка, здесь обед, и народ так приезжает, идёт обедать, здесь же трек, здесь можно на бездорожье машину протестировать. В общем, очень круто, все катаются, смотрят, это электромобиль, я так понял, это полностью первый, полностью не гибрид, а электромобиль Audi. И, ну, пока первое впечатление, очень здорово. Со всего мира, на разных языках, с разных стран приехала куча журналистов, блогеров. Так, вот смотрите, мы присутствуем, вот так вот блогеры создают свои видео. Я хотел снимать какой-то бэкстейдж, и на самом деле ничего не снял. Бэкстейдж, бэкстейдж, и ты, и тут, конкурирующая фирма, не открывается здесь багажник. Блин, тут камера. Вот смотрите, на самом деле вот эти вот лёгкие, вот эти вот движения непринуждённые, красивые, да, вот так это всё на самом деле. Я сделал так. Олег, пошли погоняем, ну пойдём, ну что ты обиделся? Ну пойдём. Сразу ты погоняем, связанные между собой. Ну хорошо, ладно, я разрешу тебе поострить немного, давай. Всё, всё? Здесь же у каждого ещё особые требования, кто-то хочет там поснимать с дрона, кому-то нужны какие-то особые точки, у кого-то какие-то дополнительные вопросы. Значит, не просто зеваки, это там блогеры, журналисты, и каждый хочет сделать какой-то особенный материал. Наверное, над треком нельзя на дроне летать? Можно, я вспомню, все летают, всем пофиг. Над треком прям? Прямо над треком не знаю, нужно спросить, но вот здесь вообще все летают. Я хотел просто под... Я вообще... Я вообще, чтобы в Slow Motion, вот на R8, то есть H&M меня снимет со стороны, она как в индийских фильмах, вот так я разворачивается, дверь открывается, я выхожу, пока она крутится. Не знаю, я предлагал сигареты покупать, но это всё-таки про здоровый образ жизни, я там, может быть, ёлку какую-нибудь быстренькую, вместо 7.30, да, и обратно. Лесгинку, а ты танцуешь лесгинку, она вокруг тебя, так вот. Ну, уменькая. Просто кусочек лесгинки сделаем, да. Ну, придется всем, кстати, Илья, тебе тоже покинуться. Я готов. А Илья вообще, да, нам всё и навсегда. Первое движение вот так, потом вот так, видишь, вот синхронизация, видишь, вот это вот. В общем, в Audi молодцы, всё вот в плане организации прошло супер, мне очень понравилось. И мы теперь идём на трек. Давай, топи там как следует. В общем, здесь есть два варианта, можно поехать за рулём самому с кем-то. Вот есть такие жёлтые и серые R8, но вот такая заряженная, но обычная гражданская версия. А есть вариант на такой специальный спортивный, но только с пилотом, по понятным причинам. Я не буду вам рассказывать про машину, потому что это Audi e-tron. Со мной, вы видели, здесь было кучу ребят, наших ребят, которые, наверное, уже к этому моменту выпустили свои ролики. И вы посмотрите красивые отчёты, красивые обзоры, там, пролёты с дронами, в общем, всё супер. Я, конечно, не автоблогер, поэтому сложно будет какие-то такие обзоры делать технические. Но я здесь видел кучу автоблогеров. Это Олег. Ты, конечно, в целом похож на человека, Олег. Я тебе предлагаю так вот до ужина ходить. Не, не, надо добавить стиль в эту историю. Вот так мы снимаем эту маршу. Я вам буду показывать города, благоустройство, что-то красивое. Итак, мы приехали в Ронду. В Википедии написано, что Ронда – это один из самых белых городков Андалуси. Не в смысле расизма, а в смысле то, что здесь все домики белые. Так, мне кажется, надо туда. У Ронды даже есть свой фирменный люк. Какой-то старый парк с невероятно милыми кривыми лавочками. Посмотрите, у них вот эти, как ветки. Очень графично. Класс. Я выбирал специально, думаю, куда нам заехать. Потрясающий город с невероятным видом. Будет просто потрясающий мост. Наверное, один из самых красивых в мире мостов. Там плохо видно, но он глубокий-глубокий. Внизу еще какие-то тропы. Они все заросли, но мне кажется, раньше по этим тропам кто-то ходил. Там какие-то башни, лестницы. Просто невероятно. Бывает же, ездишь-ездишь, все время мимо проезжаешь, а тут свернул с дороги. И такая красота. Красивая вот здесь улица. Потрясающе разное мощение. Посмотри, вот сколько разных типов мощения. Тротуарчик. Вот сказка. Посмотри, какие фасады. Вот это красиво. Как и во многих испанских городах, здесь потрясающей красоты подъезды. Посмотрите, какая плиточка. Красивая дверь. А могли ведь заменить на глухую металлическую, чтобы было безопасно, но нет. Чудо, чудо, а не подъезд. Какой грустный Лёва. В каждом городе обязательно есть индус, который продает какие-то совершенно невероятные изделия из кожи. Вот, казалось бы, даже в России ты уже не найдешь то, что раньше было на каких-то вещевых рынках. Вот эти вот рюкзаки, еще что-то. А в Европе, не знаю, в Лондоне, да и в Америке, в Нью-Йорке, еще где-то обязательно есть какой-нибудь индус. Я вот не знаю, что это за мое, но 100% его индус держит. Здесь такие вот изделия из кожи. Сумки, ремни. Просто как что-то совершенно непонятное мне. Самый простой способ узнать, чем знаменит город и все ли ты посмотрел, это глянуть на открытки. Вот смотрите, видите, особенно от утром или с дрона. То есть мост просто фантастический. Радио моста стоит сюда ехать. Ну и вообще есть всякие красивые виды. Очень классное место. Меня, кстати, довольно часто приглашают на пресс-туры, и я отказываюсь. Сюда я поехал только из-за того, что я посмотрел, где находится Марбелло, Малага, и я здесь никогда не был. И подумал, что будет здорово съездить в Гибралтар отсюда. Вот, и поэтому я согласился. Так, наша машина. Да. Ну, обгоните, так нельзя. Обычно я отказываюсь от подобных мероприятий, но если вам было бы интересно, чтобы какой-то еще был другой контент, контент с пресс-туров или еще куда-то, напишите. Может быть, зря я все время отказывался. Вообще, я вот подумал, может быть, делать обзоры на машины? Мурат, скажи, пожалуйста, почему у тебя 95-й регион? Тут такое дело, Роман Ахматович, простите меня. На Ляплин. Кстати, а почему ты не любишь щетчаться? Шутка, нет. Никаких обзоров на машины не будет. Вот, на этом все. Сейчас уже еду в аэропорт. Ну, вот, вы немножко посмотрели на то, как проходит пресс-тур. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой Инстаграм. В Инстаграме я регулярно выкладываю сторис и какие-то фотографии. И вы сможете в прямом эфире буквально следить за тем, где я бываю, как я путешествую. Всем спасибо. Пока. Завтра увидимся в новом ролике. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр!